Всем привет! Сегодня я получила свою первую, так сказать, самостоятельно купленную, привезенную посылку из Америки, конечно же, с косметикой. Об этом сегодня и пойдет речь, как купить косметику или что-то, что вы там любите, не знаю, одежду, айфоны, технику какую-то, что там люди везут из Америки. В общем, я повернута на косметики, я купила косметику. Ну, принцип один и тот же. Я думаю, что тема эта будет интересна не только девушкам, так же и мужчинам. Не могу я не сказать и о том, что меня вот прям возмущает до глубины души, и чего я абсолютно не понимаю. Я считаю, что тема эта должна быть, по идее, интересной девушкам, которые привозили себе когда-либо или продолжают это делать, косметику или что-либо из Америки через посредников. Через каких посредников? Через таких, как вот какая-нибудь девушка, например, в России купила косметику в Америке, привезла ее таким же образом, как я или каким-то другим образом, и уже перепродала кому-то другому. Во-первых, неизвестно, из Америки ли это приехало действительно, не подделка ли это. Во-вторых, накрутка идет очень большая, как правило. И в-третьих, еще люди умудряются потом перекупщикам этим предъявлять какие-то претензии. А, это не оригинал, это подделка, тра-ла-ла. Извини меня, зачем ты тогда связываешься с перекупщиком, если ты сомневаешься в качестве товара? Ну, купи ты сама. Я прекрасно понимаю, я сама такая, и почему я долго ничего себе из Америки не заказывала, по этой же причине, потому что, чтобы привезти косметику из Америки самой, нужно купить ее, ну, ни одну, ни две помадки, например, потому что это выйдет невыгодно. Но у перекупщика, опять же, вы платите большие деньги. Я не понимаю, почему не скопить какого-то там бабосика в течение полгода, например, составить себе список хотелок и купить себе этих хотелок, не переплачивая в разы. Девочки, вы задумайтесь, сколько вы отдаете за транспортировку, за накрутку человеку, который вам эту косметику продает, потому что, ну, извините, нормальный человек не может не брать денег за оказываемые услуги, это естественно. Ну, а некоторые девушки просто от незнания того, как можно самой это купить и привезти, обращаются к посредникам. В общем, все недовольные, все, кто не знает, как привезти, что почем, смотрите это видео. Ну, естественно, привезла я эту посылку не совсем сама, потому что у меня нет адреса в Америке, нет друзей, которые могут мне отправить посылку, купить косметику, поэтому я обращалась в специальную службу, так сказать. Есть такие компании, опять же, посредники, но другого рода посредники, которые вам смогут собрать и отправить сколько угодно посылок вам в Россию. То есть вы, сидя на диване, можете выбрать, что вы хотите, купить, и это все приедет в эту компанию, и затем вам отправят посылку. Такие компании называются Mail Forwarder. Я привезла свою посылку через сайт Бандеролька, Quintry Air. Я еще внутри не смотрела, что и как там упаковано у меня, но я уже распаковала еще в пункте выдачи, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Представляете, какая сила воли, я до сих пор там не копаюсь, я хочу просто по порядку вам рассказать, что и как. В общем-то, таких посредников Mail Forwarder их много, но я решила привезти именно через этот сервис, потому что, во-первых, мои друзья и знакомые уже возили через него, и все было хорошо. Во-вторых, цена, стоимость самой доставки значительно дешевле, чем у многих других. Может быть, я не все знаю, если вы знаете где-то дешевле, обязательно напишите мне в комментариях, мне будет очень интересно. Но то, что читала я, то, что находила на сайтах этих Mail Forwarder, у меня получилось, что Бандеролька привезти дешевле. Но, возможно, именно мои товары, именно мое количество дешевле, чем других. Плюс я читала отзывы людей, которые обращались в Бандерольку, привозили себе товары, и, исходя из всего этого, я обратилась именно в Бандерольку. Что делает для вас Бандеролька, какова ее функция? Их, на самом деле, несколько. С американскими интернет-магазинами ситуация следующая. Первое. Есть магазины, которые продают товары напрямую в Россию, то есть, ну, нет никаких проблем. Вы зашли на сайт, выбрали, оплатили своей российской банковской картой, заказали доставку в России, на этом же сайте оплатили доставку, которая, кстати говоря, ну, не слишком дешевая, 15-20 долларов примерно, международная доставка. Но, тем не менее, она есть. Вот вы купили, оплатили, и вам это все дело привезли. Отличный вариант. Но таких магазинов мало. Второе. Есть сайты, где вы можете самостоятельно купить, оплатить своей банковской российской картой товары, но эти сайты не доставляют товары в Россию. И здесь вам уже понадобится помощь Бандерольки, либо какого-то другого мейл-форвардера. И третье. Есть сайты, которые не принимают ни российских банковских карт, не доставляют на адреса мейл-форвардеров. И тогда вам тоже понадобится помощь Бандерольки, либо другого сервиса. А теперь по порядку. В первом случае все ясно. Во втором случае вам уже понадобилась Бандеролька, и вы заходите на сайт, регистрируетесь, и вам присваивают ваш собственный персональный американский адрес, куда будут приходить ваши посылки из всех интернет-магазинов. Вам дается адрес в американском штате Делавэр, это безналоговый штат, то есть, чтобы вы понимали, если вы не в Делавэре, то вы купили, например, товаров на 50 долларов. И у вас в корзине 50 долларов, но когда вы начинаете оплачивать, вам высвечивается еще плюс, там, не знаю, сколько там процентов, ну, к примеру, не знаю, 5 долларов или 10 долларов, плюс налог. А в случае, когда вы в Делавэре якобы находитесь, вы купили товар на 50 долларов и заплатили 50 долларов. В моем случае, таким образом, я купила помадки в трех интернет-магазинах, сама своей банковской картой оплатила, и мне эти посылочки отправили на адрес Квинтри. Из разных интернет-магазинов доставка по Америке разное количество дней. В некоторых от трех до пяти, в некоторых больше. К примеру, из интернет-магазина Lime Crime мне помадки ехали до Делавэра где-то 11 дней. Достаточно долго. Принцип такой же, как в любом русском интернет-магазине. Вы купили, оплатили, вам дается трекинг, отправляется в течение двух, там, трех рабочих дней это дело, и едет вот по-разному, смотря в каком интернет-магазине покупали. 3, 5, либо вот 11, к примеру, дней едет до Делавэра. В Штатах суббота и воскресенье, как, в общем-то, везде это выходные дни, и поэтому интернет-магазин отправит вам товар, если вы его купили в субботу, естественно, он начнет им заниматься только в понедельник. Ну, это чтобы имели в виду, чтобы сами там как-то дни посчитали. Когда ваша посылка пришла на склад бандеройки, вам фотографируют, и тут же в вашем этом заказе того, что у вас там лежит на бандеройке, у вас высвечивается инвойс, получается, который прикреплен к этой коробочке. И вы сразу можете заполнить декларацию, ну, либо потом заполнить декларацию, это в любом случае понадобится. 45 дней может храниться посылочка на бандеройке, на складе бандеройки, бесплатно. Палетку Urban Decay мне пришлось купить на сайте Ульта. А чтобы вы знали, Ульта это такой офигетительнейший сайт, с кучей всяких скидок, лимиток, которых нет нигде даже на Сифоре, нигде вы их не найдете, причем то, что есть на Сифоре, там какие-то лимитки, например, либо какие-то скидки на какие-то палетки, на Ульте скидки и лимитки абсолютно других палеток, и причем не обязательно, что они есть на официальных сайтах. Чтобы вы знали, этот офигетительнейший сайт Ульта, как и некоторые другие, вообще не открывается с русских айпишников. И даже если вы будете пользоваться какими-то программами, которые скрывают ваш айпишник, Ульта будет открываться не всегда. Я не знаю, что у них там за система такая, блин, охранная, но для России Кирдык, блин, не показывает Ульта. Вообще вот, ну нельзя на нее залезть. Да дело даже не в этом. Если вы каким-то образом зашли на Ульту, увидели, блин, влюбились во что-то, я хочу-хочу, не могу, мне это срочно надо, не так-то все просто, точнее, очень даже сложно это купить. Во-первых, Ульта не принимает российские банковские карты. Во-вторых, даже если бы принимал, ничего бы у вас не получилось. Почему? Потому что Ульта такое правило, что адрес вашей банковской карты должен совпадать с адресом, куда поедет посылка. Плюс ко всему, Ульта не отправляют на адреса мейл-форвардеров. И на этот случай у Бандерольги есть такая специальная услуга, которой я, конечно же, воспользовалась, потому что иначе бы я никак не получила свою эту вкусняху, которая называется помощь при покупке. И, в общем-то, стоимость этой помощи при покупке составляет, что там, 7% от стоимости покупки. Но 10 долларов – это минимальная стоимость услуги этой. В моем случае получилось как раз 10 долларов, как я посчитала, но оказалось, совсем все не так. Плюс я заплатила 13 долларов, сейчас скажу за что, то есть, в общем, 23. Еще 10 долларов за то, что человек, который выкупил посылку, отправил ее в Делавэр, потому что Ульта же не отправляет в Делавэр. И плюс 3 доллара – это налог, потому что, извините, человек живет не в Делавэре, и там есть налог. То есть, с 50 долларов, я не помню, надо точно посмотреть, какая сумма была, я уже немного подзабыла, но где-то 50 долларов, еще плюс 3 доллара с чем-то там был налог. Но все равно, ребятушки, почему я это сделала, потому что эта палетка все равно мне вышла в 2 раза дешевле, чем в России. Несмотря на то, что я заплатила за помощь при покупке, 23 доллара. Ну, представьте себе. В этом ничего сложного нет, я не буду про это рассказывать, потому что на бандерольке все идеально описано, просто расписан каждый этап, что и как делать. Есть специальные видео на бандерольке о каждом этапе снятые, можете их посмотреть, если вам лень читать. Если вы все-таки чего-то там не поняли, а я очень много чего не поняла, на бандерольке есть специальные для этого люди. Они у вас высвечиваются в правом нижнем уголке монитора. И это консультанты. Вы можете задавать им любые вопросы, и они вам достаточно оперативно на любые вопросы ответят. Еще на бандерольке есть форум. Я как человек, который торопился купить косметику, напоролась на все, что только нельзя. Из-за своей лени, из-за того, что я хотела, чтобы побыстрее я все купила, и все ко мне побыстрее пришло, и скорее все это на себя намазало, у меня получилось все гораздо дольше. Но бандеролька тут вообще ни при чем. Я вам лучше об этом расскажу отдельно в своем видео, как я покупала палетку Urban Decay. Не повторяйте моего опыта. Ничего сложного нет. Зайти на форум, где указан список магазинов, которые не принимают российские банковские карты, не отправляют на адреса мейл-форвардеров, и не делают ни того, ни другого. Не поленитесь перед тем, как вы будете делать покупку, зайти и посмотреть свой магазин в этом списке. Либо не поленитесь написать в любой магазин, где вы собираетесь что-либо купить, как это делала. Я в итоге в каждый магазин писала, чтобы на всякий случай быть уверенной. Писала, принимаете ли вы российские банковские карты, отправляете ли вы на адреса мейл-форвардеров. Все отвечали, все магазины отвечали, очень быстро, оперативно. Ну, либо да, либо нет. Все мои посылочки пришли на склад Бандерольки, и я попросила всех сконсолидировать и отправить мне в одной посылочке. Вы можете оформить страховку, что я вам очень рекомендую, так же, как и сайт рекомендуют, но это вообще логично, потому что заплатить 3 доллара за каждые 100 долларов стоимости вашего товара, это не так уж много, чтобы в случае чего, ну, мало ли что, там может приключиться в дороге, вам смогли вернуть деньги. Плюс я заказала дополнительную упаковку, есть такая услуга, да, там много дополнительных услуг вообще, на любой вкус. Я заказала дополнительную упаковку именно для палетки. Мы сейчас с вами посмотрим, что это за дополнительная упаковка, я уже видела, но я что-то прикола не поняла. За дополнительную упаковку я заплатила, что-то, по-моему, 3 доллара, там в зависимости от объема, от товара, от характера товара, да. Почему я заказала дополнительную упаковку для палетки? Потому что моя знакомая прислала мне фотографию, в каком виде к ней приехали ее палетки, опять же, через бандерольку. Нет, с ними все было прекрасно, замечательно, ничего не разбилось, все хорошо, но приехали ее палетки не вот в коробочке, как у меня, а в пакетике, знаете, вот эти почтовые пакеты. Упакована каждая палетка была, так же, как моя палетка Urban Decay. То есть, в коробке это реально, ну, проблематично этому, разбиться или чему-то случиться. А в этом пакетике, очень даже, если пупырчатой пленки мало, то очень даже может быть. Но у нее, слава богу, все было нормально. Я же заказала дополнительную упаковку, я не знаю, может быть, поэтому мне прислали в коробке, может быть, не поэтому, я вообще не поняла, как понять, в коробке тебе пришлют или не в коробке, потому что у меня всего-то одна палетка, все остальное помадки практически, и все. У моей подруги ничего не разбилось, и все хорошо, и слава богу. Как это выглядит у меня, мы сейчас с вами вместе посмотрим. Я надеюсь, что все отлично. Субтитры сделал DimaTorzok